Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, как я в прошлом году закончила свою скретч-карту И сегодня я хочу продолжить Прошло чуть больше года И я еще посетила несколько стран И сегодня я хочу их отобразить на этой карте Это будет 9 новых стран За год я посетила 9 новых стран Не считая тех, в которых я уже была И сегодня я покажу вам, какие страны я посетила И в конце мы увидим, как же будет выглядеть моя карта С новыми цветами На ней Какие цвета на ней появятся Итак, приступим Первая новая страна, которую я посетила После того, как я Снимала последнее видео С моей карты Это был Кипр Вот он Очень маленький На карте Остров Страна Остров Что-то я не вижу Чтобы стиралась золотая краска И появлялся какой-то новый цвет Немножко Немножко, наверное, неудачно Цвет Тут Наверное Никак не изменяется Я боюсь Протереть дырку Вы знаете Я сейчас подумала Что в прошлом году В прошлый раз Когда я делала первый раз Видео с этой картой И я почему-то решила Что, например Вот Корсико И Сардиния Это Франция Это Италия Что я тут не была А значит Не надо их Зачеркивать Но я же была в Италии Много раз Больше всего, наверное Я была в Италии И я подумала Что я, наверное Их тоже зачеркну Вот 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 Так вот А тут Так все-таки не честно Другие страны Я же тоже посещаю Не все места Однако я все зачеркиваю Итак Немножко о путешествии на Кипр Путешествие на Кипр Путешествие на Кипр Было спонтанным И В общем-то неплохим Но честно говоря Я ожидала чего-то более Интересного Было не так много исторических мест Достопримечательностей Которые можно было посетить И этот момент мне не очень понравился Но так в принципе для пляжного отдыха годится Но Честно говоря Ничего интересного Там нет Да, интереснее было наше путешествие В следующее В следующую Новую страну Это была Исландия Она голубого цвета На карте И это правильно Потому что именно с таким цветом У меня ассоциируется Исландия это было очень увлекательное очень яркое путешествие не спонтанное мы к нему готовились и мне понравилось в Исландии хоть мы там и были в зимнее время когда было довольно много снега бурги это было очень красиво я всем советую туда обязательно съездить может быть даже не один раз а два потому что летом Исландия наверняка смотрится иначе я хочу поехать туда еще летом и может быть мне удастся увидеть китов во всяком случае я об этом мечтаю итак следующей после Исландии была новая страна Америка мы прилетели в Майами для того чтобы отправиться на круизном лайнере по Карибским островам я сейчас немножко пошкряпаю Америку а потом вернусь к странам которые мы посетили в Карибском море цвет не очень отличается от золотого покрытия что-то как-то очень туго краска отходит может быть моя монетка что-то не такая как надо у меня у меня кстати американская четверть доллара если у вас есть скретч карта напишите пожалуйста как у вас легко отходит краска или нет мне будет интересно все да очень туго отходит краска это самым первым островом который мы посетили когда мы выехали из Майами это остров Святого Мартина его очень трудно найти на карте он крошечный это пожалуй самый маленький остров обитаемый и он такой маленький остров принадлежит двум государствам Франции и Нидерландам уютный островок уютный островок ловит интернет европейский потому что это территория Франции наша экскурсия была на территории Франции и так интересно нигде не ловит а вот именно в этом месте ловил интернет потому что у нас тариф по европейскому союзу это очень удобно когда вы находитесь в Европе теперь вам не надо абсолютно думать об интернете но когда вы выезжаете за пределы Евросоюза то тут же появляются какие то проблемы потом мы отправились в Пуэрто Рико немножко от отрава Пуэрто Рико остров побольше остров который не является независимым государством они не могут избирать ни президента ничего не могут им назначают Америка им назначают губернатора и говорят что это вопрос времени когда Пуэрто Рико станет еще одним штатом Америки потом мы отправились насколько я помню на Багамские острова они такие маленькие тут все я боюсь зачеркнуть больше чем надо но попробуем мы совершили два круиза первая неделя была вот так вот как я показала а вторая неделя это уже был второй круиз на самом деле и следующую неделю мы посетили Ямайку Каймановые острова ну и конечно же Мексику в Мексике мы пробовали даже не один день и по Мексике мы немножко поездили в Мексике наш теплоход посетил 2 порта в Мексике наш теплоход посетил 2 порта в Мексике я сейчас вечер зачеркну в целом было очень интересное путешествие по Карибскому морю особенно было интересно в Мексике на Ямайке мы посетили в Мексике чеченицу вообще кому интересно посмотреть фотографии моего путешествия моего путешествия тот и кто еще не подписан на мой инстаграм можете открыть мой инстаграм и посмотреть надеюсь я ничего не забыла зачеркнуть в этот раз на очереди на очереди у меня еще несколько стран для посещения но об этом потом итак посмотрим что у нас получилось вот так вот так вот выглядит на сегодняшний день моя скорочекарта я сейчас посчитала в моем арсенале уже 40 стран я посетила ровно 40 стран если я ничего не забыла и не упустила и большие и маленькие в основном маленькие потому что это страны Европы так что еще как видите очень очень много мест для посещения надеюсь мне удастся восполнить пробелы а сколько у вас стран в арсенале любите любите ли вы путешествовать я думаю что любите это невозможно не любить это страсть это наркотик чем больше путешествуешь тем больше хочется путешествовать невозможно остановиться этот кайф который дает посещение новых стран это удовольствие оно притупляется с каждой страной но ты все равно хочешь его испытать этот кайф и стараешься делать это еще больше и больше точно вот как наркотики утваиваешь утраиваешь дозу а вот этого ощущения уже такой эйфории нет и ты хочешь еще больше еще больше в общем это где-то так со мной именно так работает конечно многие страны меня уже не впечатляют так как в начале моих путешествий это очень грустно но ничего с этим поделать нельзя особенно мне нравится предвкушение путешествия и послевкусие когда ты вспоминаешь как это было когда ты смотришь фотографии или видео и ты опять погружаешься в эти воспоминания то есть это такое удовольствие которое с тобой довольно долго длится и может даже продлиться до конца жизни поэтому я призываю вас путешествовать не ждите лучших времен лучшее время прямо сейчас не ждите удобного случая удобного лучших материальных улучшения материального положения потому что все равно становится все хуже и хуже с годами поверьте мне самое лучшее время прямо сейчас надеюсь вам понравилось это видео я прощаюсь с вами пока пока и не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои видео это очень важно еще для моего канала ну так говорят во всяком случае и комментируйте под видео пока пока